Добрый ветер. Всем добрый вечер. Меня зовут Карина, я администратор. Добрый вечер. Добрый вечер. Есть ли звук? Слышно, видно. Каринечка, ты меня видишь? Да, я вас вижу, Анжайма. А я, получается, плохо видела. Не полностью. Ты знаешь, что, вот твоего коврика не видно. Я сейчас попробую... Попробуй немножечко камеру сделать так, чтобы был виден коврик. Чуть пониже быть может камера. Вот, в каждом зиме. Всем добрый вечер. Кто к нам присоединяется? Сегодня у нас эфир по садическим нумерцам. Анжайма. Намасте. Добро пожаловать. Мы уже соскучились по вашим эфирам. Очень рады вас видеть. И сегодня у нас продолжение темы. Цеперская терминальная зарядка. Я сейчас могу делиться с нами очень сакральными техниками, омолаживающими, которые можно делать утром в постели. Это очень идеально для нас, мне кажется. Да уж сейчас столько уставших людей, даже уже в нету, в смысле от возраста. У большого количества людей усталость в теле. Это часть огромных процессов энергетических, которые происходят на планете Земля. Те, кто ещё не знает, что происходит, нужно, чтобы вы знали, так как идёт пробуждение людей, пробуждение людей, изменение энергетики ауры Земли. А значит и изменение ауры каждого человека. Поэтому наше здоровье физическое, из-за того, что меняется столько величин, которые изучают и учёные. Для тех, кто не в курсе, посмотрите, академик Миронова очень много даёт информации о процессах вознесения так называемого квантового перехода Земли. И что происходит с телом. Тело устаёт наше. Поэтому сегодня мы вам дадим древние практики, вернее, продолжение этих практик, омолаживающие практики само посвящения. Потому что каждый должен стать теперь мастером для самого себя и ухаживать за своим телом, и уметь восстанавливать своё тело. Но как все древние практики, тибетская медицина связана и с китайской, и с древними японскими методами. То есть, восток – дело тонкое, берём оттуда мудрость. Тело наше – это инструмент. Итак, вот с тобой мы, Кариночка, закончили предыдущий выпуск упражнениями, которые мы можем делать в теле. И желательно, чтобы все мы не вскакивали в стрессе, по звонку будильника, а приводили в порядок своё тело, чтобы оно было готово нам послужить. В это непростое время. И я буквально скажу два слова, что комментарий пока не отключил. Вы отключил, вы сможете задать вопросы. И первый вид по гимнастике, кто ещё не видел, есть на канале. Не все смотрели, поэтому смотрите предварительные практики в нашем предварительном эфире. А это если есть время, если есть желание, если есть силы. Но что интересно, когда человек свою лень перебарывает и начинает делать что-то, ну вот какое-то действие входит, то потом приходит энергия. Так что начнём наш, продолжаем, вернее, наш выпуск. Итак, в человеческом теле есть три основных резервуара энергии. Эти три резервуара энергии нужно стимулировать, нужно активизировать, потому что все внутренние органы, они связаны с достаточным количеством энергии или нет. И физическое тело, оно связано со всеми оболочками, как физическое тело, если мы его протряхиваем, если мы его стимулируем, все точки благоприятные для здоровья, то у нас как бутончик начинает расцветать цветок наш внутренний, и нам всё становится по плечу. В том выпуске мы говорили и немного мы уже делали первый наш резервуар энергии, связанный с сердечной зоной, это не точка, а сердечная зона перикарда, где мы будем начинать. В тот раз мы делали уже стимуляцию, но с того, что есть пальчики наши, всем выданы, и вот эти пальчики, оба середине, кончики их, на каждом пальчике выход меридиана перикарда, связанной с зоной перикарда. И теперь, перед тем, как мы начнём пальчики использовать, мы опять разотрём ручки. Растираем руки, хорошенечко, перед хорошим делом всегда надо растирать. Намыливаем руки, хорошенечко суставы, все суставы тоже связаны с проходом или закупоркой энергии. То есть теперь каждый пальчик, каждый пальчик, от основания до конца, хорошенечко. В том выпуске мы говорили, что можно каждый пальчик стимулировать выходы меридианов, где ноготь. Мы их стимулировали раз, два, три, потом по спиралькам давали и очищали. А сейчас мы просто как можем, хорошенько разминаем, именно не погладить, а хорошенечко размять руки. Это разные вещи, между пальчиками. Отлично. И вот теперь, когда ручки стали более горячие, мы говорим о том, что вот эти пальцы связаны с перикардом, с сердечной деятельностью. И мы начинаем этим пальцем правой руки на левой ладошке растирать, вот посмотрю, растирать прямо проход меридиана этого посередине ладошки. При этом помните, что надо дышать хорошенько, замедлять дыхание. Животные, которые медленно дышат, дольше живут. Чувствуешь, как горячо стало? Хорошенько растираем, растираем. Так, теперь тоже этим же пальчиком растираем посерединке меридиан теперь левой рукой этим пальчиком. То есть мы и сам меридиан растираем, и продолжение его через ладошку. Так. Заодно очень у многих левша и правша, да, кто, очень интересно всегда, что дети, которые битекстеры, так называемые, могут правую и левую руку использовать, и ум, интеллект, разум тоже более глубокий. Поэтому вся физика, она всегда со всех сторон нам помогает, интеллекту тоже. Начинаем, посмотрите, продолжение этого меридиана, вот здесь оно идёт, внутри руки, и мы начинаем сначала растирать 12 источек меридиана перикарда, растираем до локтя, после локтя, ближе, и к подмышечной впадине. И прямо вот эту часть, да, вы чувствуете, как будто там шили тело человека. Разные части, более хрупкое впереди, лунное, иньское, ещё раз. И та, которая часть загорает, лучше янская, где спина и задняя часть человека. И хорошенечко здесь прохлопали, прохлопали вот эту часть, так. И теперь прямо такими хорошенечко разминаем лимфа, кровоток, разминаем до подмышечной впадине. Несколько раз проходимся. Обязательно вот эту часть тоже. Так. Потрясли, можно потрясти этой рукой. И начинаем точно так же внутри 12 точек переказа меридиана. Стираем до локтя, до подмышечной впадины. Далее. Чувствуете там, да? Две точки тела, как будто вшитой. Похлопали, 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 похлопали. Такими спиральками хорошенечко да, всю руку разминаем, разминаем, разминаем. Так. Опять до подмышечной впадины. Мне немножко неудобно, потому что я поднимаю руки. А ты можешь делать, посмотри, ты можешь вытянуть руку вперед, положи себе руку на колено, на колено положи, да, и просто выверни ее, да, выверни ее. И вот так вот, да, как более удобно, потому что представьте, что сейчас Каренечка вам показывает, она сидит. Все эти упражнения можно делать лежа. И вот теперь опять же здесь проглаживаем, хорошенечко проглаживаем, чтобы здесь пошел ток энергии. Теперь этот центр, значит, он находится вот там, где мышцы на грудине сходятся, с правой и с левой стороны. Мы начинаем хорошенечко догорячего его растирать. Растираем. Растираем, поглаживаем. в этом месте, если мы начинаем его растирать, то мы делаем подарок и верхней поджелудке, извините, щитовидной железе, и легким одним выстилом, что называется, многих зайцев, кроветворные органы. И теперь делаем букву В латинскую, как победа, Виктория. Из этого центра растираем правой рукой правое плечо, ключицу хорошенечко. Теперь меняем и из этого центра опять растерли, растерли, растерли и растираем теперь левой рукой вправо. Так. Чувствуете, как там начинаем все активировать. И теперь правой рукой, там, где мы поглаживали, постукиваем. Постукиваем хорошенечко все постукиваем. Если нету времени у вас делать весь комплекс, вот точно не забудьте постучать здесь, простучать, потому что бронхи, легкие и вот эта вся часть тимус, отвечающая, я его называю, главнокомандующие, отвечает за нашу иммунную систему. И вы видите, что за период ковида какое количество людей обнаружили, что эта часть хрупкая у нас, да? Поэтому растерли, хорошо себя чувствуем уже, получше, да? Дармел, прошли, я его очень. Руки открыть хорошенечко, крылышки открыли, так, и еще, знаешь, как, вот сложи две ручки в намасте, и у себя вот здесь вот груди тоже можешь порастирать, меня не так видно, а у тебя хорошо видно, вот, растирай, вот так же тоже растирай, отлично, и тогда и сердечко будет лучше себя чувствовать, и легкие, и бронкие укрепляться, то есть эту зону, вот это было первое царство королевства в царстве. Дальше, следующее упражнение, мы идем во второй центр, второй центр, который находится у нас в солнечном сплетении, в солнечном сплетении, и там мы будем работать как на физическом уровне, когда мы говорим, да, у кого страхи или стресс сгибается напополам, прямо в этом месте мы сгибаемся. Это центр внутреннего солнышка, нам нужно туда силу, энергию. И вначале растираем, растираем полной ладошкой, растираем. Немного шума у вас. Что? Немного шума у вас. от камеры может быть. Растираем. Теперь приготовляем кончики пальцев. Активизируем меридианчики на кончиках пальцев, чтобы они стали горячие. И теперь подготовив пальчики, этими пальчиками ты вставляешь их прямо в солнечное сплетение. Это примерно половинка желудка, где находится. И там на вздохе ты пока ничего не делаешь, а на выдохе внутрь глубоко входит, относительно глубоко входит пальцы внутрь. Прямо солнечное сплетение. на вдохе мы потом расслабляем и на выдохе опять идет в глубину. Проминаем туда хорошенечко. Центр оздоровления солнечное сплетение необходимо обязательно тоже стимулировать. Опять сюда несколько раз пальцами туда прямо в глубину входим на выдохе. в глубину входим на выдохе каждый раз. Если лежа делать это упражнение, то безусловно мышцы живота они такие напряженные, поэтому сидя если мы делаем, то ты можешь даже немножко расслабить спину, расслабить даже чтобы внутрь больше в глубину ходили. Если есть боль мои дорогие, потому что иногда мы едим-едим это же мешочек, казалось бы, сколько туда еды, сколько если вы не делаете посты, если время от времени не делать пост, ну устает наш желудок делать работу. Поэтому боль, которая может возникнуть, когда вы проминаете солнечное сплетение, это возможность самоисцеления, ну это не означает, что это заменит врачей, но спазм, если есть боль, остаетесь в этой боли, значит, не надо идти совсем в глубину, еще найти вашу золотую середину, остаться пальчиками там, но не идти больше не проминать, а просто дышать этой частью, и до тех пор, пока пальцы продолжают отличить, то есть идет наше намерение исцеления, закрой глазки, представь, что если там у тебя боль, напряжение, спазм, глаза закрыты, есть закон энергии, куда направлены энергии, то есть внимание, куда внимание, туда энергия, и мы направляем туда, чтобы расслабить столько напряжения и стресса нашу внутреннюю улыбку, древнейшая методика внутренней улыбки с китайской древней медицины, это была основа исцеления всех этих практик, поэтому буквально включаем нашу улыбку внутреннюю, внешнюю, тут же расслабляются все стрессы, тут же все спазмы уходят, и мы продолжаем туда оставаться пальчиками внутрь и направляем туда энергию, фокус держим и ждем, когда это напряжение уйдет, когда боль уйдет, убираем тогда оттуда пальцы, и есть прямо желание опять растереть, тогда, когда спазм ушел, тогда опять сможем растереть, растереть это место, и потом опять, как мы делали тут, поглаживаем и похлопываем, точно так же и тогда похлопываем по этому месту, вот такая простая практика исцеления, но делать регулярно ее каждый день, если делать, только тогда есть результаты, люди, которые делают, могут даже на 20 лет моложе выглядеть, так вот, это упражнение мне всегда напоминает, много лет назад до европейцев дошли интересные свидетельства от самых скептических журналистов филиппинские хилеры, целители, которые раздвигают пальцами ткани у людей и оттуда вынимают и опухоли, и всякие разные разности, вот видите, вместо того, чтобы на Филиппины ехать, я шучу, конечно, но каждый имеет свои инструменты, свои волшебные руки. Дальше, следующее упражнение, опять же, лежа другие, быть может у вас будут ощущения, но можно и сидеть. Следующее упражнение или третье царство государства или зона третьей Дан-Тянь и в нем, вот в этом резервуаре, в этой зоне, где энергия ходит, бродит, колобродит или застаивается. Так вот, центр этой зоны, в йоге мы называем его центр Хара, его также называют центр изначальный, первоначальный, где стволовая родовая клетка зарождается. Так назвал его русский академик Болотов. Поле омоложения и оздоровления, то есть это место первородной силы, так же, как это же место находится в копчике у человека. Итак, как мы находим этот центр? Ты ставишь пальчик свой, желательно средний, потому что каждый палец имеет свою энергетику, пупок, да, у кого-то, если чувствительный, не нажимайте, просто держишь там палец и другой рукой два пальца вниз, два пальца вниз, и под ними, вот тут и есть этот центр Хара, сразу под двумя пальчиками, вот поставь туда свой палец и вот туда точно так же, как мы делали в предыдущем упражнении, мы сначала наши подготавливаем инструменты, да, подготовили, подготовили, подготовили и точно так же поставили на это место на вздохе надуваем, да, мышцы живота и на выдохе идут внутрь в глубину, глазки закрыли, накрывай глазки, опять фокус, куда идет направлено наше внимание, туда же идут энергии, и мы осознанно направляем туда лучики из глаз, как два солнышка наши глаза, направляем туда внутреннюю улыбку, улыбаемся в эту часть своего тела и продолжаем, продолжаем, да, в своем ритме, каждый в своем дыхательном ритме, на выдохе, в глубину идут пальцы, сквозь пальцы энергии, в глубину, опять же, если есть боль, то точно так же ощущение только ваше, если есть глубина какая-то определенная, не идите дальше, остановитесь на этой глубине, если есть боль, и просто подышите, продолжайте туда посылать лучики вашей любви, света, вашей улыбки. Если есть боль, что не обязательно, совсем у всех свои будут ощущения, вот теперь, Кариночка, левее, на этом же уровне, левее, это будет ниже, чем органы под левым ребром, да, но энергетический уровень остается тот же, это не селезенка, не поджелудочная, ниже, точно так же подышать, если есть боль, если есть боль, там остаемся, вообще живот, это же целое, да, живот в старинном русском, в старославянском живот, это жизнь. Так, проминаем, и теперь можем перенести, 30 секунд достаточно, если 60, сделайте секунд, вы же будете выигрышать, вам же будет лучше. и точно так же проминаем на выдохе в глубину, как будто бы дышим животом. В йогических практиках есть упражнение, сколько лет женщине, столько дыханий животом она должна сделать, чтобы тихомить мысли. тщательно, и теперь положи вот так руку на руку и хорошенечко массаж, не торопясь, глубинно прорабатывая в одну сторону по часовой стрелке, по часовой стрелке, по часовой стрелке, а где солнечное сплетение, повыше, где мы делали, можно даже там тонкий кишечник против часовой стрелки. Так, замечательно. И спустилась опять на этот центр, центр хара, я его называю, погладила и простучали мы там опять, простучали. Так. Замечательно. Ну, представьте, что вы все это делали лежа, потому что коричка вам сегодня показывает одни ощущения, но если вы будете лежать, ощущения другие. Я написала еще одно упражнение, если утром мы делаем расслабленным, и все-таки если мы даже устали, то мы можем как утром, так и в течение дня вытянуться просто, да, в горизонтальное положение, за голову положить правую и левую руки. и это будет не просто отдых, а осознанный отдых, тогда открывается грудная клетка и идет очень интересный энергообмен, когда если в течение дня вот вы устали, биоритм меняется, и спать нельзя, но если есть возможность вытянуться и положить правую и левую руку под голову, то это очень в течение дня тоже убирает усталость. в странах, где отдыхают после обеда продолжительность жизни более длительная. Просто вот положи, смотри, правую руку, правую руку, а потом левую. Ты едешь, сразу открывается грудная клетка и когда лежа, это тоже без напряжений полежать осознанный отдых называется. Дальше. Следующее упражнение, оно в хатха-йоге, в тибетских практиках делается в тибетских практиках стоя, в хатха-йоге это делается три замка, если не называть санскритские названия. А вот я хотела предложить это упражнение сделать лежа. Давай, Каринечка, вот упражнение так называемые три замка, а мы сейчас сделаем только два. Что значит три замка? Замок в нижней части тела, это точка, пятая точка, где находится она между анусом и промежностью. В хатха-йоге она называется ашвини-мудра, или как попу лошадки, мы тоже ее называем. Мы были мудрецы такие, ашвини-кумары. То есть целительная такая мудра, когда мы поработаем с огромным количеством органов, значит, и мы будем поджимать, я объясню, как внутри и копчик, и промежность будем внутрь поджимать, но будем мы это делать сейчас поэтапно. Сейчас я объясню. Так как мы будем сначала вдыхать, руки остаются вдоль тела, вдохнули мы и выдохнули, почувствовали, что энергии вошли в живот. Живот может быть даже надутым. Но в этот момент, когда мы, я сейчас медленно говорю, это делается все быстрее. Мы выпустили воздух, и вот в этом вакуумном состоянии нужно будет поджать внутрь, практически приподнять копчик немножко внутрь на себя, внутри идет и копчик, и промежность внутрь, и как бы поднимается грудная клетка и желудок даже внутрь. И все это происходит на выдохе. Это мощнейшее упражнение, но так как оно делается на задержке дыхания, то оно не так легко делается. Но сейчас мы посмотрим, легче, чем стоя, во всяком случае. Немножко плохо слышно, шумно. Вот так слышно? Если не шевелить камерой, то да. Хорошо. Итак, я сейчас буду еще поэтапно. Сначала идет вдох через нос, выдох через нос тоже, и мы опустились в живот. тут в это время вакуум, и мы подтягиваем внутрь и копчик, и промежность, и получается, что желудок тоже подтянули. Это сколько можем? Три секунды, десять, тридцать, кто сколько может? Потом все замки опустили, после этого вдохнули. Так как мы делали все это на выдохе. Еще разок. Вдох. Еще раз. Вдох через нос, выдохнули, внимание, фокус на животе. Пустой живот. Пустые руки. И подтянули в это время копчик на себя, на себя, желудок внутрь, как будто грудная клетка даже вся поднимается. Держим, 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 потом распустили замки и только после этого вдохнули. Получилось, Кариночка? Да, все получилось. Получилось, да? Сначала поджимаем, потом отпускаем и только потом делаем вдох. Да, но для того, чтобы поджать, надо выдохнуть хорошенечко, опустошить полностью. На пустых легких, на выдохе это делается и так как нет привычки, то вначале быть может несколько секунд, но они уже благотворны, это великолепное, мощнейшее упражнение и его лежа делать легче. Я не знаю, может быть, третий раз мне сказать. Выдыхаем. Сначала вдохнули, наполнили легкие. Хорошенько вдохнули. Выдыхаем, опустошаем легкие. Поджары живот и в этот момент пустыми легкими поджали внутрь копчик, промежность, желудок внутрь. Держим, 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 держим. Распустили замки, а потом вдохнули. Вдохнуть-то хочется? Все, получилось. Получилось. Замечательно. Ну вот, садись тогда, а я немножко расскажу об этом упражнении. Это очень мощное упражнение. Можете потом где-то посмотреть. О швине мудро. И она укрепляет не только мышцы тазового дна. Это упражнение сверхгениальное как подготовка к родам, так и послеродовая терапия, потому что мы работаем с мышцами тазового дна. В это же самое время, так как мы вытягиваем хорошенечко позвонки все, потому что мы копчик внутрь подтягиваем, позвоночки буквально вставляются, вместо того, чтобы ходить к остеопату, нужно ходить к остеопату, но тут мы вправляем буквально позвоночки внутрь и вытягиваем межпозвоночные пространства в то же самое время. Лучше начинает работать и толстая кишка, у кого есть проблемы с опорами. Внутренние органы снабжаются кровью в это время, и мы их массируем в то же самое время. Так как с возрастом у людей из-за вертикальной позиции имеется тенденция, чтобы органы опускались, то это тоже внутреннее кровоснабжение и очень много энергетики идет через низ в тело заходит. Уходят при вытягивании позвоночника боли внизу и даже мелкие грыжи. Дальше давление, вот что я написала, как интересно, мы делаем это внутри, внизу, но при этом это помощь сосудам головного мозга. Вы представляете, какое могучее упражнение? Потому что сейчас, тогда, когда меняется энергетика, планеты, когда идут магнитные бури, когда идут столько изменений, и в первую очередь страдают гетососудистые дистонии у человека начинают проявляться, и кардиоваскулярная система, то есть сосуды головного мозга у многих страдают, и это усталость, это головные боли, и вот это упражнение сил нет, а в кровати его сделали, и тот, кто знает, занимается йогой, могут сделать это и стоя, полустоя вернее, в тибетских практиках, я давала это как шестой тибетец пяти ритуалов тибетских. Сейчас мы о тибетской гормональной гимнастике говорим, а я сейчас говорю еще и о силе возрождения тибетской практики, мощной. так вот, есть пять тибетцев, а это шестой, когда мы стоя делаем, но стоя нужно еще начало тела, чтобы привыкло, поэтому лежа делать это упражнение, это абсолютно гениально, вот, и мышцы промежности, уж я не говорю об этом, что нужно всем, и мужчинам, и женщинам, потому что из-за веса тела, и органов к концу жизни, ну, простите за подробности, мужчины, женщины, пантерсом многие ходят, так лучше береги здоровье с молодым, и вот так мы делаем буквально, если три-четыре раза на задержке, то это уже большая помощь на всех фронтах, дальше, теперь мы сделаем упражнение, Каримочка, если ты ляжешь, как хорошо, что сегодня есть и коврик, и вот ты сегодня с нами, то есть мы по идее вы поняли все это до этого времени Карина садилась, чтобы вам было видно, но это вы все можете делать лежа в кровати, и так, сейчас ты ложишься обе пяточки поближе к ягодицам, замечательно, теперь правое колено грудине подноси, обнимай его, да, обнимай, и поднимай голову ближе лоб к колену, челюсти расслаблены, потому что это сигнал в это время, что нет стресса, мозг получает сигнал, когда мы расслаблены, качание вправо-влево, так, расслаблены челюсти, расслаблено лицо, расслаблены незажатые плечи, да, то есть мы опять тазобедренные, сейчас суставы будем, сейчас пока подготавливаем, потому что тело утром более холодное, и мы подготавливаем позвоночник, тазобедренные суставы, стоп, поставила ножку, голову, ага, и меняем теперь, обхватываем другую, поднесли, да, опять же, расслабили челюсти, расслабили плечи, и катаем тело, вправо, влево, в идеале должен быть матрас, конечно, твердым, так, покачали, подготовили, теперь, стоп, поставили, и оба колена, твердым, если сил нет, то можно даже просто покачать тело, а голова остается лежащей на матрасе, вообще, если вы лежите утром на матрасе, то лучше подушку убрать, покачали, но вот если есть силы, то уже подтягиваем и голову покачали, теперь, подготовим, потому что утром тело более жесткое, потом тело, когда мы двигаемся, становится более мягким к вечеру, а теперь мы делаем упражнение, делают его только те, у кого не болят суставы, тазобедренные, потому что если есть боли, то это будет просто болезненно, значит, ну мы вам покажем это упражнение, итак, правая, у тебя сейчас так, правая, поближе стопа к ягодицам, вытягиваешь левую ногу, вытягивай левую ножку, поднимай, нет, левую, левую, извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, потому что будет легче, но вытягиваешь, хорошо, вытягиваешь, и теперь руки остаются вдоль спины, подтягиваем внутри мышцы таза, и делаем большие-большие круги в одну сторону, тело гибкое, тазобедренные суставы прокачиваем, и в то же самое время мы прокачиваем ауру нижней части тела, и которая находится под ногами у человека, так как аура это защитное поле человека, оно как яичко энергетическое, вытягиваем, когда руку, то есть аура находится на вытянутой руке, и точно так же под другую сторону, карина делает, я пока вам объясняю, что это и на физическом уровне, и для заикаренности, для ощущения, чтобы сильное было тело внизу, и аура, нижняя часть тоже наша вот таким образом очищается, частично. Так, теперь вторую ногу, но я не знаю, если тебе удобно, там близко стена. Вторую ногу, я думаю, уже поняла. Ну, уже поняли, да, вы поняли. Дальше вытянули вверх руки и ноги, как жук, поза жука, и потрясли ими. Потрясли. Все сосуды очень мелкие, отлично, потрясли и потрясли, потрясли. Да, профилактика всех венозных застоев. Замечательно. Поставили. Теперь, что мы делаем? Покататься на позвоночнике, обхвати, значит, колени поднеси к грудини, колени, и под коленями обхвати. Под коленями, да. И теперь вперед, назад, вперед, назад, не вбок, да, держать позвоночник ближе к груди не нужно, чтобы легче было подняться вперед, можешь немножко больше амплитуду, да, чтобы идти немножко назад с коленями, можешь, да, стоп, вот, хорошая амплитуда, я стараюсь не трясти телефон, лучше сделать 12 раз, 12 меридиан, 12 раз сделали, подарок себе подарили. Итак, покатались, и потом, когда мы идем, покатаемся, и садимся вперед, то есть мы покатались вперед-назад, и потом легче сесть уже. Вот, в этот момент мы сели на кровати, когда, если не на коврике, вытянула ноги, пальцы, стоп, на себя, так, есть небольшое расстояние между, вот так, тебя хорошо видно, спасибо, и мы вытягиваемся сначала, твоя левая рука идет к правой, к правой стопе, а другая рука за спину, отлично, и не надо делать рывками, просто позволить низу спину, спины растянуться в этой нижней части, и медленно на выдохе выиграть несколько миллиметров, опять же, утром тело более жесткое, немножечко вперед, дышим, медленно, никуда не спешим, поменяли, теперь, другая рука, так, это за спину, идем сюда, отлично, и несколько дыханий, на выдохе немного идем вперед, замечательно, и теперь, обе руки вперед, да, можем, если кто-то не достает до пальцев ног, то можно положить туда, куда тело позволяет согнуться, потому что это упражнение могут делать люди каждого, любого возраста, и дело не в гибкости, а дело в том, что низ спины позволяет на выдохе выиграть несколько миллиметров, и растянуть и мышцы ног, задние продольные, и низ спелые, отлично, вот теперь, значит, каждый может решить, можно сделать скручивание позвоночника, тоже, либо с прямыми, да, вот в эту сторону, и подыши сейчас животом, когда на выдохе ты делаешь усилия, чтобы мышцы вошли внутрь, тоже, как будто бы идет локомотив, на выдохе, хорошенько прям мышцами, да, прорабатываем, а потом локомотив начинает идти быстрее, каждый раз хорошенько, очень хорошо видно, как ты дышишь, спасибо, ну, и уж сделай для своего тела в другую сторону, перевернись, и скручивание позвоночника, и также сначала медленно подготавливаем вот это пранаяма, одна из пранаям, дыхательных практик, контроля различных возможностей контролировать дыхание, и в то же самое время мы прорабатываем кишечник и психические центры нашей чакры внутри, отлично, теперь мы сошли с кровати уже, кстати, те, кто хочет, да, если ты села и ты сидишь на кровати, можно сделать это же скручивание сидя, но если мы уже сидели, открутили вниз ноги, теперь, что я написала у нас, что мы встали, а, вот как, замечательное упражнение, которое я называю «Мама Африка», когда мы встали на пол, Каренечка, как будто бы ты встала с кровати, встань, пожалуйста, в горизонтальная позиция, и... Ну, просто будет не видно, я думаю. Видно. Ну, хорошо, будет не видно, но смысл в том, чтобы всё тело простучать от пяточек до макушки ног, и это упражнение я называю «Мама Африка», потому что мы прыгаем немножко, да, чуть-чуть приподнимая пятки, и пятки простукиваются, да, оп, оп, вот, вспомните, да, вот это упражнение, наверху плечевой пояс абсолютно расслаблен, крутим его вправо, влево, мягкие колени, вот, вот, замечательно, вот она, «Мама Африка», соединяемся с силой земли, вспоминаем африканские танцы, если кто-то знает, кто-то видел по телевизору, утром постучали пяточками, и сигнал пошёл тоже вверх, офис, постучали вверх и низ, они связаны, и вот тогда, когда мы встали, и уже тогда на коврике, мы можем закончить, на самом деле вариаций очень много, кто захочет после этого, может прокрутиться, кто знает, первое, тибетец, кто умеет крутиться, может быть, мы покажем это в другой раз, потому что практики возрождения или пять тибетских жемчужин, это очень мощная практика, физическая, энергетическая, но сейчас мы можем предложить, как хорошенько закончить и начать день с хорошим, благостным состоянием, то есть ты садишься, я сейчас расскажу, а потом тогда ты сделаешь, значит, есть также такая мудро омоложение, мудро это секрет положения пальцев, да, различных, и через положение пальцев идет энергия, разные, разные есть мудрые, так вот, мудро, которую сейчас мы сделаем, она называется мудро силой воли, да, даже в детстве, когда мы говорили фигушки, когда мы говорили, то мы говорили фигушки страхом, такая была защита, да, многие в детстве так говорят, фигушки, вот, мы показывали фигушки страхом, а теперь мы внутрь палец закрыли, это мудро силой воли, и эти, эту мудро, ты ставишь сзади, сзади около бедер, и ты будешь приподниматься, приподнимать пятую точку, немножечко, буквально на два сантиметра, а на вздохе, а на выдохе резко сбрасывать ее, да, но будет это происходить таким образом, что ты на вздохе, приподнимаешь тело, пятую точку, зажимаешь замок, и на выдохе, резкий выдох, вздох, раз, несколько заходов, отлично, так, глазки закрыла, руки, пока держишь в такой же позиции, подержи пока, подержи там, просто в этот момент, когда, потому что мы сильно будем делать это упражнение, это, опять же, вверх с низом связаны, из первой чакры, где страхи, полностью вышибаем, намерение тоже, даже если нет намерения, оттуда вышибаются страхи, вышибаются старые привязки, старые паттерны, блоки, на выдохе, легко все это выскакивает, и давай следующий заход, несколько раз, тоже поднимаем, задержка, поднимаем, внутрь зажимаем, замок делаем, и расслабляем на выдохе, отлично, выдох, можно делать, как через, ха-дыхание, вот сейчас отдохни немножечко, так, то есть мы поднимаемся, делаем опять, ашвини мудру, зажимаем все, и на выдохе, можно как с выдохом ха, точно так же можно и, когда рот закрыт, попробуй следующую серию, сделать, не ха-дыхание, а несколько раз, как прямо, теннисный мячик, выдох будет через нос, тоже интересная пранаяма, но просто нужно приспособиться, это приходит с практикой, как и все, что поднимаем замок, ашвини мудра, и разжимаем, замок, разжимаем, ну я считаю, что с ха-дыханием, очень эффективно, а потом уже есть привычка, и это уже другая пранаяма, когда мы рот закрыт, и мы вдох и выдох делаем через нос, ну, эта практика очень мощная, она, так как пятая точка находится между анусом и промежностью, она соединена с верхом тела, она четко соединена с духовной точкой наверху, с гипофизом, с третьим глазом, и когда мы работаем внизу, то мы прорабатываем через энергоканал мощный, очищение своеобразное, также и гипофиза, и вот теперь, когда мы, представьте, что вы сделаете это в 3-4 захода, то есть тело устало, да, дыхание мощное, продышались, пранаяму сделали, теперь ты садишься, складывая руки, да, становимся все буддами, ручки положили, левую руку, да, и внутрь правую, левая, а потом правая, да, положи их, отлично, можешь два пальчика вместе сложить, вот так два полушария, они вместе, прямой позвоночник, немного в груди не подобрали, сюда, чтобы прямая была спинка, наш позвоночник прямой, Кареночка закрыла глаза, внутри она будет сейчас делать следующее, так как я только что вам сказала, что низ и верх у человека, они вместе соединены, также есть более глубинное выражение, что мы сделаны все по образу и подобию Господа, то все, что наверху, есть и внизу, но верхние наши центры, соединяющие, открывающие божественное, это сердечная чакра, это чакла горловая, третий глаз, и, конечно же, корона, корональная чакра. Так вот сейчас, для того, чтобы и тело отдыхает, внизу поработали, вверх проработали, и еще вот такой подарок сегодня вам, для развития, открытия центров духовных, третьего глаза и гипофиза, нашей интуиции, нашей связи с божественным, и с нашими внутренними сокровищами духовными. Карина внутри завернет язык, зубы прикрыты, все закрыто, просто расслаблены полностью челюсти, так называемая кейчари мудра, язык у нее завернут. есть три положения, сразу за зубами, немножечко, как будто в точку такую пунктурную, там можно проработать, потом в середине йога, и потом туда, куда позволяет вам ваш язык. Оставьте язык так, куда он завернулся, ваш взгляд, у меня открыты глаза, у Карины закрыты, внутри ваш взгляд направлен вверх, там находится внутренний кайлас, или кайлаш человека. Гора Кайлас, самая мистическая гора в мире. Там, где говорят, что господь Шива и супруга его Парлети находятся на самом деле в теле человека, кайлас человека, самое высшее его сознание находится в третьем глазу. И вот сейчас, пока Карина отдыхает, внутри идет работа, глаз, духовное зрение человека, которое необходимо всем нам развивать, для того, чтобы видеть происходящее глазами души, глазами Бога. Для того, чтобы это видение было, чтобы не было страдания, чтобы был наш наблюдатель, так называемый. Душа, атма, могла наблюдать за событиями без паники, без привязок, наблюдать совершенно под одним, под другим углом зрения, что происходит здесь. Для этого нужно этот центр также развивать. И вот сейчас, пока она какое-то время, я говорю, она держит внутри, это как будто мы косим, глаза косят, мы смотрим взгляд внутри на нашу внутреннюю шкатулку с богатствами, которую мы забыли. Теперь она распускает, внутри глаза сразу не открывать, распустить язык, и глаза находятся уже в обычном положении. И перед тем, как открыть глаза, то нужно хорошенько тереть руки, Карина же стирает руки, и ставит, и проминает несколько раз лоб и глаза. И несколько раз внутри она делает восьмерочку. Карина, Карина, ты сделаешь мышцы вправо, мышцы влево, подвигаешь глазными мышцами. Перед тем, как открыть глаза, вы представьте свет, представьте, что зажгли звезду, а во лбу звезда горит. Глазки закрыты, положила руки на колени, зажгли там звездочку на себя, улыбнули себе, замечательно, а теперь глаза открыли. Ну вот, дорогие мои любимые, ощущения другие, что-то мы сделали удивительное, удивительное и важное, так как самое важное, чтобы человек пробудился, а сейчас идет огромный процесс пробуждения, пробудился к тому, кто он есть на самом деле. Каждый человек звезда, каждый человек свет Бога, каждый человек искорка. Главное, чтобы вы вспомнили об этом. И главное, чтобы научились смотреть этим зрением, духовным зрением, на то, что происходит. А то, что происходит сейчас, коронавирус, какая у нас чакра? Корональная. А то, что сейчас COVID, а какая у нас есть, вот этот центр, шишковидная. А что закрыли здесь? Третью чакру. Так что, будьте мудрыми. Когда смотришь третьим глазом, да, на все, духовным зрением, вообще по-другому все происходит здесь. Так что, поблагодарим за знание, кто нам все дает? Учителя. Кто нам дает, учителей? Господь Бог. Кто нам жизнь выдал? Господь Бог. И можно закончить утром практику поклоном Господу. И, Кариночка сейчас покажет, это не только в индуизме, так женщины кланяются Господу, учителю, учителям, а кланяются жизни. Лицом на восток, вы узнаете, где у вас восток, и поклон утром Господу, когда мы кланяемся и благодарим за жизнь, которую он дал нам. Эта жизнь дорогого стоит, сколько всего было прожито, сколько форм мы проживали, прежде чем получить это тело, поблагодарить утром, поклониться Господу, сказать, ты знаешь, Господь, как лучше друг с ним пообщаться, я столько ошибок, быть может, делаю, прости меня, что вольно и невольно, что какие-то я делаю, не знаю, что, не все опыты для меня, быть может, благостные, научи меня мудрости, твоя любовь, моя любовь, твоя мудрость, моя мудрость, поклониться Господу, и вот сейчас вытяни ручки вперед, Кариночка, сзади, да, вперед, голова кладется на третий глаз, вытянутые ручки, сзади замок, подтянуты сзади мышцы, аж не мудро, и в это время, когда полностью расслаблено лицо, да, когда мы кладем третий глаз, во-первых, идет заземление, во-первых, идет опять соединение, чтобы не улетать в пустых фантазиях, куда-то непонятно, пустые фантазии не приводят к цели, а это упражнение помогает, как и спокойствию тоже, когда мысли скачут, то положить голову вниз, это уже сила земли успокаивает, наши мысли. Также это упражнение, когда от всего сердца сказано и отдается поклон Господу, помогает нажить качество, открыть себе смирение, что не мы здесь все делаем, а все делает Господь через нас, и сказать, научи меня, Господь, чтобы твоя воля проходила через меня, я все свои действия посвящаю тебе. Вот на такой прекрасной ноте мы закончим, поблагодарив, да, первый партнер. Да, благодарю вас. Спасибо. Благодарю тебя тоже, Кариночка, за такую помощь, как мы сегодня смогли, в воскресенье день солнца, кто-то отдыхает, а кто-то трудится, солнечный день. Вот на такой ноте мы закончили наш эфир. Еще один момент. Когда у нас есть привычка посвящать все свои действия Господу, в течение дня мы будем задумываться, а делаем ли мы это действие осознанно, в благости, в радости, а это принесет кому-то радость или добро, или благо. Мы будем забывать, быть может, об этом, но чем больше, если эта привычка будет, тогда будет более осознанная жизнь. И более осознанная жизнь, она интересная и благостная, и счастлива. Так что вот, желаю вам всем счастья и процветания, мои дорогие. Спасибо вам всем. Да, благодарю вас, Анжанин. Благодарю тебя, Кариночка, а благодарю от всего сердца. Благодарю всех, кто был с нами. Спасибо вам. До новых встреч. До встречи.